Жаркая погода в средней полосе России будет продолжаться еще две недели. На этом фоне депутаты Государственной Думы выступили с инициативой не применять дисциплинарные взыскания к работникам за опоздание на работу из-за жаркой погоды, либо других плохих поводных условий, урагана или ливня. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Мы узнали, что думают старовщане об этой инициативе законотворцев. Ну я считаю, что это очень нужно и, в общем-то, полезное решение, поскольку в жизни это просто называется форс-мажор. То есть есть неопределимые обстоятельства, которые, в общем-то, должны способствовать принятию правильных решений. Я думаю, что это вовремя и правильное решение. Правильно, конечно. Тем более с такой погодой. Вообще говорят, что выше там 35 даже разрешается на работу не выходить. А уж если опаздывать, то, по-моему, тут проблем никаких не должно быть. Тем более, что сейчас в мире творится эти ураганы и прочее. Но это ужасно, конечно. Я считаю, что надо сократить рабочее время вот в такую жару. Потому что люди все равно после предпенсионного возраста уже имеют какие-то болячки, какие-то недостатки. Поэтому им тоже тяжело. Ну, молодежь еще как-то справляется. А тем, кому 50 лет, уже тяжело. То есть рабочий день с 8 начинается. То есть есть установленный график, который нужно придерживаться. То есть с 8 значит с 8, 9 значит с 9. То есть, соответственно, я думаю, все люди должны соблюдать это. Я считаю, что индиотива хорошая. Можно ее поддержать и не штрафовать, и не выгонять сотрудников с работы. Погодные условия, они вредят. Иногда машины скользят, проворачивают. Потому я думаю, что не надо вводить штрафы, если человек опоздал по причине, которая его не касается. Сами, может быть, сталкивались с тем, что опаздывали из-за каких условий? Да? Тоже дождь был, когда сильный дождь, не можешь выйти. Опоздал человек, а ничего такого нет. Я считаю, неправильно это. Неэтично и некорректно. То есть вы считаете, инициатива бесполезна? Да, конечно. Глупость натуральная.